При этом чаще жалуются не на горячую, а холодную воду. Мутная жидкость после отстаивания образует грязный, едва ли не черный осадок, а горячая вода имеет насыщенный желтый цвет. Зрители шлют нам фотографии и видео, сопровождая их гневными комментариями. Эти сообщения были присланы в сентябре. Родной водоканал Нефтекамска. Внятно можете ответить, когда это закончится. А вот еще несколько обращений. Это прям как будто злобный карлик сидит и мутит воду. У нас тоже грязная вода. Ужас. Что делать? Подскажите, разберитесь, пожалуйста. Та же ситуация повторилась и в октябре, а на днях нам опять стали присылать фото и писать жалобы. Мы попытались разобраться в ситуации, но наладить контакт с водоканалом у нас не получилось. Руководитель отказался с нами беседовать и направил к главному инженеру. Однако застать его на месте нелегко. Жители города пишут и звонят не только нам. Точнее, обращаются к нам после того, как визит сотрудник водоканала ситуацию к лучшему не изменил. Слесарь приходил, посмотрел, сказал, будем искать. В водоканале, говорят, забор воды большой, поэтому и мутность повышена. А как с этим бороться, они не знают. Тоже звонила, пришли, проверили, сказали, не знают, в чем проблема. Я говорю, а что с этим делать? Мне отвечают, писать заявление в администрацию. И действительно, стоит это сделать, что нам подтвердили в самой администрации. Нужно написать заявление на имя главы, в письме изложить суть проблемы, а именно недовольство качеством воды и собрать подписи жильцов. Хватит и одного обращения, но лучше, если жители, в чьих домах есть эта проблема, объединятся и поставят под ним свои подписи. Тогда будет проведена проверка и, возможно, ситуация изменится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова